Вы смотрите новости Верхниками в студии Екатерина Кравцова. Здравствуйте! И вот главная тема выпуска. Вновь тревога! Сегодня эвакуировали детскую поликлинику. Ехали с полицией собак и сказали, выводим всех быстренько только детей и родителей, остаются сотрудники на месте. Помощь пришла. Продолжаем следить за судьбой пенсионерки, живущей несколько месяцев без канализации и воды. Спасибо большое всем! И температурные рекорды. В каком районе города было холоднее всего? И начнем с тревожной новости. Сегодня по Пермскому краю прошла третья волна сообщений о лжетерактах. В Перми эвакуировали учебные заведения. В Березняках в 35-градусный мороз под удар попала детская поликлиника на Советском проспекте. Все произошло около часа дня. По тревоге людей вывели из здания. В детской поликлинике работал оперативный штаб. Причиной снова стало ложное сообщение о якобы взрывном устройстве. Приехали МЧС, приехали из полиции с собакой. Сказали, выводим всех быстренько только детей и родителей. Остаются сотрудники на месте. Это длилось около часа. Все закончилось, слава богу, хорошо. Мне кажется, даже не лучше. Да. Пришла собачка с милицеей. Все поискали с полицией. Бомбу не нашли, слава богу. И навели работу ровно через час. А самая жаркая тема дня оказалась на редкость холодной. Сегодня с самого утра многие жители города принялись мериться градусниками в интернете и выяснять, в каком районе города холоднее всего. Минус 40 градусов сегодня утром было на набережной. Жители этого района по-соседски прикуривали друг другу машины. Минус 36 в Семино и почти столько же в Чкалово. Минус 35 градусов было и в Усолье. А вот в районе Вечного Огня и Цума куда теплее всего-то минус 28. В ближайшие дни потеплее, да, вполне себе терпимых минус 15 градусов. А к воскресенью синоптики обещают почти райские минус 8. Мороз и солнце, несомненно, радость для детворы. Но сильные холода и эпидемия урвы и весомые аргументы для того, чтобы поставить учебный процесс на паузу. В сезон холодов родителям стоит учитывать правила посещения учебных занятий. Так, ограничения посещения уроков в школах действуют при температуре воздуха. Для учеников с 1 по 4 класс при температуре от минус 23 до минус 25 градусов. Для учеников с 5 по 9 класс при температуре от минус 26 до минус 29 градусов. При температуре минус 30 градусов отменяется занятие во всех классах. Правда, окончательное решение остается за родителями. Но независимо от погоды учебный процесс в школе не прерывается. Учитель может использовать возможности дистанционного обучения. Эти правила действуют еще как минимум один день. А уже с 7 по 15 февраля все учебные заведения города закрываются на карантин. В связи с превышением эпидпорога по ОРВИ. По предписанию Роспотребнадзора по городам Соликамск, Березники, Соликамскому, Черденскому, Красновишерскому, Усольскому районам, принято решение приостановить учебный процесс в школах, учреждениях среднего, профессионального и дополнительного образования. Также решено ограничить проведение массовых культурных и спортивных мероприятий, за исключением тех, что проводятся на открытом воздухе. Карантин не повод забрасывать учебу. Задания для самостоятельной работы можно будет посмотреть как на официальных сайтах школ, так и в системе электронных дневников и журналов. Детские сады работают в обычном режиме. На карантин будут закрываться отдельные группы, где заболеваемость гриппом или ОРВИ превысит 20% от общего числа детей. В сезон холодов особое внимание уделяет коммунальному хозяйству, особенно водоснабжению. В прошлых выпусках мы уже не раз рассказывали об авариях на водопроводах. И у нас возник вполне уместный вопрос – ждать ли городу капитального ремонта коммуникаций. И вот что мы выяснили. Старые ветхие трубы лопаются из-за сильной коррозии и проседаний грунта. Связано это с паводками и оседаниями. Многие магистрали требуют срочной замены – износ почти 80%. В прошлом году компания БВК приступила к масштабному ремонту городских труб водоснабжения. Мы с вами на своем собственном примере ощутили это. Работы проводились на Зырянке, улицах Набережной и Челюскинцев. Но это лишь начало. Сети нам передали два года назад. Сети у города старые, давно не проводилось никаких замен. Но, собственно, мы сейчас над этим работаем. Аварийные ситуации случаются, от этого никто не застрахован. Новый год у нас начался достаточно динамично. Но сейчас все хорошо, работаем пока без аварий. В этом году в планах провести десяток капитальных ремонтов. В их число попали самые ветхие водопроводы и коллекторы в разных участках города. А пока в Прикамье обсуждают зарплату в самых прибыльных профессиях. В Госдуме предложили отдавать товары с истекающим сроком годности малоимущим. Время для нашей постоянной рубрики «Новости короткое слово» Сергею Калейнику. Пермская прокуратура проведет горячую линию по вопросам бытового насилия. Уже завтра, 6 февраля с 11 до 12 часов, прокуратура Пермского края ответит на вопросы граждан, касающихся бытового насилия. Телефон горячей линии 8 342 217 53 36. Также свои вопросы можно присылать на электронную почту, адрес которой вы видите на экране. А вот в Госдуме предложили раздавать малоимущим продукты с истекающим сроком годности. Член комитета по делам ветеранов Сергей Вострецов предложил бесплатно раздавать еду, у которой через сутки истекает срок годности малоимущим и бедным арсианам. Помимо этого он выступил за усиление ответственности за перемаркировку срока годности на подобных товарах. И о рынке труда названы самые высокооплачиваемые профессии при Каме. Сегодня стать успешным и богатым можно, работая в сфере страхования. Средним специалистам предлагают 58 тысяч рублей в месяц. На втором месте автобизнес и транспорт. Зарплаты здесь начинаются от 53 тысяч рублей. Третье место по зарплатам занимает сфера строительства и недвижимости от 47 тысяч. А вот четвертую позицию неожиданно занял домашний персонал. В среднем работодатели предлагают 46 тысяч рублей. И это объяснимо. Уборка трехкомнатной квартиры в Березеньках обойдется в 2-3 тысячи рублей за несколько часов работы. Замыкают пятерку лидеров топ-менеджеры и руководители. Им обещают от 45 тысяч. Новости коротко подготовил Сергей Коленик. Люди в белых халатах давно укоротили зубную боль. Но по-прежнему, садясь в кресло стоматолога, согласитесь, мы немного волнуемся. Но все опасения совершенно напрасны. Сегодня стоматология шагнула далеко вперед. Иметь красивую улыбку без боли – это не миф, а самая настоящая реальность. Потерять зуб в преклонном возрасте вполне нормально. Но после визита к врачу в встроенном ряду зубов этого пациента ожидается пополнение. Сейчас врач ставит имплант, на который потом оденут коронку, и новый зуб совсем не будет отличаться от соседних. А это гордость нашего стоматологического центра. Это томограф в формате 3D. Здесь происходит полное исследование зубочелесной системы пациента. Специалисты клиники тщательно подходят к лечению. Поэтому перед имплантацией пациенты проходят обследование на уникальном для березняков томографе. Аппарат вращается вокруг головы и считывает всю информацию, которая позже появляется на мониторе в формате 3D. Врач может увидеть полную картину и, уже опираясь на эти данные, приступать к установке нового зуба. Еще один способ улыбаться шире без стеснения – поставить современный зубной протез. Сегодня специалисты работают с гибкими и бюгельными импортными протезами из прочного материала. Поэтому улыбаться во все 32, даже если вам уже за 60, вполне реально. Стоматологический центр ДЕВИ, здравствуйте. Получить скорую помощь для своих зубов вы сможете в стоматологической клинике ГЕРИС. Кроме имплантации и протезирования, врачи с большим стажем работы вылечат ваши зубы, установят долговременные пломбы из качественного композиционного материала, проведут профессиональную гигиеническую чистку рта. Основой нашей клиники является то доверие, которое оказывает нам наши пациенты. И второе составляющее – это персонал, который работает у нас. Это врачи, зубные техники, ассистенты. Действительно, те, кто однажды уже доверился этим врачам, приходят сюда вновь. А врачи в благодарность за доверие делают своим пациентам подарки, бонусы и скидки. К слову, адрес стоматологического центра ГЕРИС прежний – Карла Маркса, 48, 3 этаж, офис 310. Позаботьтесь о своих зубках уже сейчас. Екатерина Кравцова, Степан Некрасов, Новости Верхниками. А мы продолжаем следить за судьбой пенсионерки, оказавшейся в ситуации, которой врагу не пожелаешь. Напомним, бабушку 74-х лет бросили в зловонной гостинке. Жилье затопило фекалиями. К ней пришли на помощь только после того, как соседи сфотографировали ее нечеловеческие условия и выложили в интернет. Евгения Кокшарова расскажет, как сейчас дела у Зои Александровны. Ноги блязгнулись, поедем ноги лечить на кладбище. 74 года еще жить и нянчить правнуков, но Зою Александровну до сих пор трясет. Волонтеры из группы ВКонтакте «Добро рядом» дежурят в ее гостинке с выходных. Эти помощницы отмыли все вокруг и прибрались. Напомним, о кошмаре, в котором жила Зоя Александровна, город узнал из соцсетей. И к помощи подключились, кажется, все. На контроле находятся угловые города Дьякова Сергея Петровича. Сейчас была третья прочистка. Считаем, что это была капитальная прочистка. Всю пробили канализацией. Был большой затор, который вся... Почему произошло это? Все жильцы спускали, и все это выходило к Зое Александровне. Все это нечистоты, гнили. Канализацию действительно починили. Квартира Зоя Александровна стала чище, но зловонный запах все равно не выветривается. Девушки-волонтеры, которым за эти дни бабушка стала родной, говорят, нужен ремонт. «Ну, это будут полностью обои, сантехнику надо будет менять новую, пол, потолок красить, билить, да, плитку надо будет ей новую, потому что у нее плитка бьет током, сегодня чай ей ставили. Потом, мне кажется, надо будет ей заменить окно в первую очередь, чтобы у нее не дуло. Ну, и что-то бы с дверями еще решить». Все организационные моменты Анастасия Коновалова взяла на себя. Помочь пенсионерке можете и вы. Телефон благотворительной организации «Добро рядом» на экране. Нужны стройматериалы, мебель и, главное, рабочие руки. Если бы не добрые люди, у Зои Александровны не было бы даже верхней одежды. «У вас еще со смехом, шапка с камнями». Вот так, с шутками и прибаутками, впервые за несколько месяцев бабушка выходит на свежий воздух. «Знаете, а давай под руку буду держать? Так удобнее будет. Ноги нашу героиню совсем не слушаются, поэтому путь лежит к докторам. В краевой больнице имени Вагнера, даже без полиса, готовы принять Зою Александровну на полное обследование. Сегодня у нее будет много дел. Анализы, кардиограммы, рентген, обед и ужин. Но пока женщина будет поправлять свое здоровье, волонтеры отремонтируют ее квартиру. Вот так, благодаря человеческой поддержке немногословная Зоя Александровна, кажется, растаяла и снова поверила в людей. Я уже им тысячу раз сказала девчонкам, спасибо. И спасибо Сереге. Если бы не Серега, я бы до сих пор лежала там на полу в сырости в гляди. Сергей Леонидович, да? Да, да. Спасибо большое всем. Кто не платит. Кто меня... Евгения Акшарова, Дмитрий Воронушкин. Новости Верхнекамья. Синоптики уверены, наши термометры еще попляшут. Сильные морозы в Прикамье обязательно вернутся. Несмотря на то, что на календаре последний месяц зимы теплые обновки актуальны как никогда. Весна для дам. Самое благоприятное время, чтобы наконец-то снять зимнюю одежду. Надеть красивые и яркие пальто и куртки. А чтобы чувствовать себя на высоте, необходимо правильно их подобрать. На выставке продажи «Пермская ярмарка» точно знают, как правильно подобрать верхнюю одежду так, чтобы она была модная, красивая и отлично сидела на любой фигуре. Ведь не секрет, что когда вокруг все распускается и светет, каждая женщина хочет выглядеть стильно и женственно. На «Пермской ярмарке» вы без проблем сможете найти подходящий размер, цвет или фасон. Будете чувствовать себя уютно и комфортно в пальто из драпа или из качественных плащевых тканей. Ощутите легкость в удобных куртках. Подберете модель на пуговицах или на молнии. Ну и, конечно, дополните свой образ с красивыми шарфами и головными уборами. Ну а если хочется все и сразу, то можно оформить как рассрочку, так и кредит. Нужен только паспорт. Приходите и сами во всем убедитесь. 6 и 7 февраля с 10 до 18.00, ТК имени Ленина, город Перезники. Пробили путь на всероссийские соревнования. Спортсмены из клуба исторической реконструкции «Железный ворон» вернулись в победы из Екатеринбурга. Там прошли поединки по современному мячевому бою. Продолжит тему Сергей Каленек. Ожесточенная схватка на мячах приносит очередную медаль Георгию Суботину. Парень с победоносным именем в синей экипировке. Георгий принимал участие в четырех испытаниях. Дуэльная сабля, шашка-баклер, триатлон и командные бои. В итоге привез три медали. У каждого мальчишки с детства смотрели «Властелин колец» либо «Звездные войны», и хочется как-то подражать этому. И об этом я тоже давно так мечтал. Потом как-то раз, хоп, наткнулся и все. Люблю, занимаюсь этим. Еще одна спортсменка из Березников отличилась на соревнованиях в Екатеринбурге. Ирина Фатахова. А начиналась все два года назад. Одноклассник Георгий пригласил девушку на занятия по современному мячевому бою. Я пришла. Это было сначала странно. Мне дали какую-то палку. Просто сказали с ней ходить. Я вообще не поняла, что это. Еще дали пострелять из лука. Не женское это дело, говорят про мячевой бой. Но Ирина доказала обратное. Девушка стала одной из лучших. Победила в разных номинациях. Результат – четыре медали. Иногда, когда на соревнованиях нету девочек вообще, либо их две, меня обычно не ставят с девочками, нас объединяют с мальчиками. И мы бьемся с мальчиками. Как бы это намного тяжелее, намного сложнее, потому что они быстрее, они ловче. Современный мячевой бой – это единоборство, которое только набирает обороты. Спортсмены используют рубящую технику средневековым клинковым оружием. Вот только мячи, еще их называют тембары, и щиты сделаны из полимерных безопасных материалов. Да, у нас, я бы даже сказал, очень жесткие бывают тренировки. Они с них, бывает, просто уползают. Очень много физических нагрузок. Просто без этого никак. Упражнения по кроссфиту и, собственно, отработка фехтовальной техники – это стойки, комбинации защиты и атаки. Они очень много, на самом деле, тренируются. Кроме мячевого боя, в клубе исторической реконструкции «Железный ворон» знакомится с историей Средневековья, бытом, культурой, военным ремеслом. Учится стрельбе из лука. Желающие могут присоединиться к клубу, как это сделали два года назад Ирина и Георгий. Сейчас спортсмены готовятся к всероссийским соревнованиям. Они пройдут в эти выходные в Москве. Сергей Каленик, Степан Некрасов. Новости Верхниками. Начинается февраль. Впереди череда праздников. 14 и 23 февраля, 8 марта. И уже многие задумываются о сюрпризах для близких людей. Идеями практичных презентов поделится Евгения Кокшарова. Кто бы что ни говорил, но самый популярный подарок на 23 февраля – это носки. Особенно, если это очень красивые, супертеплые носки из собачьей шерсти. А для будущих защитников здесь тоже кое-что есть. Для любимых мужчин, мужей и пап – теплые пижамы, стопроцентного хлопка, свитера и рубашки разных размеров. Отличный подарок на 8 марта – это шерстяной палантин. Такой точно защитит от ветра холодной весной. Какая же весна без согревающего трикотажа для милых дам, платьицы и кофточки. А это нежные легкие водолазки из тонкого кашемира. Главное – качество на лицо в составе никакой синтетики. Сейчас я вам покажу. Согреют ваших любимых и пояса из верблюжьей шерсти. А сколько здесь колготок! Согревающие колготки из овечьей шерсти могут быть и очень красивыми. Игривый рисунок или геометрический орнамент выбирать вам. Наши мамы и папы оценят презенты для дома, кухонные полезности для хозяюшек и инструмент для мастеров на все руки. Ножи для мясорубок, ножи для резки овощей из неживеющей стали, которую абсолютно не надо затачивать. То есть вот одной рукой всего пользуетесь. Термопаильные карандаши. Сейчас подарки делают мужчинам. Сделано в России. Специально делают дырки, убирают дырки в кровле, в железе, в шифере. На 14 февраля для влюбленных парочек постельное белье, чтоб любовь, как во сне. Для вкусного бодрствования кондитерские прелести. Уникальное лакомство. Вяленая ягода клюквы в белой шоколадной заливке. Также есть ананас, чернослив. И это помощник нашему иммунитету. Имбирь в сахарной обсыпке. Очень хорошо помогает от простудных заболеваний. Но клюква очень вкусная. Знаю, сам люблю. Особенно для детей очень уникальное лакомство. Ребенка успокаиваю постоянно только ей. И если будете здесь, обязательно попробуйте белевские сухарики со вкусом яблока и без сахара. Впрочем, как и вкуснейшая белевская пастила. С такой халвой, казинаками и щербетом жизнь будет сладкой. Запастись подарками для всей семьи вы сможете на выставке «Лучшие товары России». Она будет гостить у нас с 6 по 15 февраля на втором этаже Дворца Металургов. Евгения Акшарова, Дмитрий Воронушкин. Новости Верхнекамья. Делайте новости вместе с нами. Снимайте эксклюзивное видео городских происшествий или интересных событий. Присылайте нам и становитесь мобильным репортером программы «Новости Верхнекамья». Мы ждем ваши сообщения на электронную почту tnt.news.sobacamail.ru или по телефону 43 17 11. Автор лучшего ролика недели получит в подарок сертификат на ужин в ресторане номиналом 1 тысяча рублей. На этом у меня все. В студии была Екатерина Кравцова. Всего доброго. Увидимся завтра. Субтитры подогнал «Симон»